всем привет из хорватии у нас в общем-то от ночи потопы настоящие дело в том что это не совсем такая нестандартная ситуация но нестандартно было то что но я сам расскажу в деталях в общем огромная масса воды поток воды у нас слишком жарко для но фактически уже через месяц нового года у нас высокие температуры вот эти перепады огромные атмосферы и так далее и необычно было то что сменяемость облаков ливня и молнии вот и гром она как-то шло странными периодами и метаниями от нас до острова кырка от кырка опять на нас это туда-сюда гоняло молнии были очень сильные в один момент это как фейерверк аж разлеталась искрами на улице причем не по каким-то проводам ударяла просто вот так в воздухе а на первом этаже у нас у нас муж пришел у нас муж муж пришел и говорит на первом этаже из розетки выбила как такую светловая волна ну приблизительно около двух метров в удар во время удара громой молнии вылетела и как бы обратно вошло жутко я присутствовала когда например взрывались розетки или аппараты загорались в розетках но чтоб вот такое я никогда не видела но гром был очень сильный и вот как я сказала молнии необычно так регулярные и прям острые и интересное накатывание самого дождя значит вот он как бы прекращается потом ударяет молния гром и с новой силой и каждый раз ты думаешь ну не может быть уже сильнее каждый раз еще сильнее о птица на гнезде она сидит аж меня испугала тут мотается да наверное у нее здесь гнездышко и естественно у нас вот как наверху горы внизу города обычно сегодня посмотрели значит новый винодольский затопило у них прям выносила с металла потоками воды опять в море с улиц и грязь и камни и песок есть видео в интернете прямо в винодольске потом триквеница особенно верхней тоже над городом улицы все затопило сейчас кстати немного размело и солнце появилось все вот эти вот горы были прям в тумане потом ну река дам там у них тоже постоянно сливает ну кстати сегодня про реку меньше было информации и вот в прибире прибир вот значит рядом с нами село достаточно большое вот если считать и окрестности да не только центр у них открылся водопад по моему где-то в 60-х годах он также был при сильном потопе тогда еще если я сейчас не ошибаюсь тогда была история или позже девочку прям смело она зацепилась куртка и это ее спасло тоже там куда-то уносила короче огромный водопад прям вот сверху гор вот как здесь и до самого низа огромные потоки воды сила естественно воды грязь а на крыке вот что хотела сказать несколько районов крыка крык тоже принципе остров не маленький смотрела информацию там у людей вот в новом что было конечно неприятно у них узкие улицы и вот поток воды у которой нес грязь и камень он ударял прям вот в двери в ворота если это двор да и фасад в стены фасады прямо вот лупила так конкретно затем мне кажется и подмыло хорошо и поразбивала многих людей машины естественно остановились парковки у нас сегодня праздник и хорошо людей в общем-то на улице не было ни рабочих не кто-то кто за покупками мог поехать потому что парковка прям возле моря она была вся там но где-то до высоты колеса заполнена такая же тема была на крыке у них там прям вымывала глыбы вот где-то камни вот такого размера уносила я не рассказывала историю когда был потоп река значит приблизительно на месяца полтора уже прошло вот первый потоп после суши летний и тогда два человека погибло первый человек это был его сын спасал человек в возрасте сын его вытаскивал и самое интересное его замело как бы затянуло под машину как сын тащил в этой самой машине это большая высокая тачка была сидела два человека они не хотели выходить он им говорил хотя бы там типа показывает там руку подать как-то придержать туда-сюда нет они типа показали иди типа нафиг и все и он еле вытащил отца ему на помощь прибежала женщина и они его вместе удержали подтянули и вытащили из этой воды а второй так в этот же момент мужчину затянуло под машину это увидела парень один он подбежал пытался его удержать но была такая сильная удар вот воды захлестывает это естественно больше метра носит камни все скользкая ты ранишь руки и его уже затягивала под машину и ударяла очень сильного человека сорвало часы с рук раз за расстегнула одежду у него очки с лица стянула это все вот слякоть это я вот тонула как-то спасала брата это ужасное впечатление сегодня кстати когда увидела вот эту грязь муть жуть вот точно то ощущение еще и с детства ужаса когда мы булькались и я его не выталкивала на поверхности сама чуть не потонула и не смог спасти человека его в какой-то момент он выскользнул из рук и утянула и он естественно и ударился и захлебнулся его крутила плюс ведь и тут у моря открыто и тебя может просто стянуть еще и внутрь и потом у парня был стресс говорит очень долго не мог прийти себя корил что вот все-таки как бы не смог удержать но там реально без уже у не было сил и возможности как-то помочь ну короче вот такая вот фигня вроде думаешь дождик да а сколько может это урона нанести но машины наверное подтопила магазины многие затопила сейчас все больше вестях новостях показывают более так детальную информацию а мы сегодня хотели как раз новыми дольске съездить погулять с детьми я хотела с девчонками съездить и возле моря прогуляться у нас и вчера в общем-то позавчера на моменты был были сильные такие потоки воды с ветром но вот именно в то что ночью вот где-то приблизительно середины ночи часов до десяти одиннадцати вот прям не переставая над нами точно какой-то циклон был и он долго висел и что интересно у нас не было мрачно у нас не было как-то прям уж хмура казалось бы ну так вот не видишь остров пелена легкой где-то там в сторону истры голубое такое свежее небо и вот она зависла эти искры и эти молнии это какой-то ну понимаете температура реально слишком высокой даже вот для хорватии казалось бы у нас все равно должно похолодать и осень приблизится у нас уже все по десятому раза цветет я вот сейчас уже не буду снимать под нами вот тут у женщины сад там розы до сих пор уже по третьему кругу по десятому от лето уже зацветают пчелы работает носят вот мелкие цветочки растут короче говоря слишком тепло 18-20 градусов сейчас понемножку дует ветер и он такой создает ну легкий холод да и разносит опять же облака и туман но если вот не было этой слякоти если не было дождя у нас бы было по 5 по 20 так что но это да это не нормально и если честно то мы уже ожидаем чтобы скорее как-то нужно осень была похожа реально у нас ведь деревья очень многие здесь желтый не от осени а вот суши вот когда у нас была жара под 50 градусов когда не было дождя полгода то просто уже деревья начали пересыхать и вот как она суша прошла первые ливни начались такими моментами на и наездами так сказать то деревья стали восстанавливаться здесь кстати кто-то что-то косилу тут дом строит возле нас все никак не достроит и вечно что-то там косят да перекидывает ну короче вот такая ситуация я надеюсь что эти дни как-то нормально будет с другой стороны по моему прогноз был на неделю вот такая вот беда постоянно будет переменно и облачно и с ливнями и хотя сейчас солнце сейчас вроде неплохо со стороны реки смотрю чернеет но иногда от них не доходит у нас со стороны как бы карка острова со стороны италии шла такая вот волна хорошая и с той же стороны принципе нам и землетрясение недавно дошло так что природа вот так вот вот так вот природа реагирует на нас на высокую температуру